друзья мои всем доброе утро сегодня хочу записать вам видео видео ответ на ваш просто сейчас топ топ вопросов елена успеем ли мы получить саженцы и успеем ли мы их вовремя посадить а вдруг заморозки а вдруг не приживется и так далее смотрите я сейчас объясняю вам простым языком что должно произойти с растением и когда его нужно посадить до чтобы она прекрасно перезимовала вот мы стоим с вами перед кустами ежевики смотрим на цвет листа лист абсолютно зеленый и еще он даже нет намека что он желтеет что он отваливается соответственно если мы сейчас с вами выкопаем это растение оторвем ему листья уже да как бы сами приложим к этому усилию растение погибнет она у вас не перезимует почему потому что лист за лето за сезон накапливает специальные сахара которые он должен отдать сначала в стволы при этом лист желтеет и отваливается а уже из этих стволов эти сахара переходят в корневую систему и вот как раз накопленные вот эти сахара в корнях только ну как бы помогают растению еще сильнее укореняться то есть все ветки ушли на покой а корни начинают работать в плане укоренения соответственно сейчас еще видите корни не получили тех самых сахаров для того чтобы прижиться и укорениться то есть вот сейчас такое растение копать рано поэтому ребята наши поставщики там же тоже сидят не дураки там сидят профессиональные агрономы которые смотрят за растением и они начинают выкопку растений только тогда когда хотя бы уже лист начинает желтеть и это говорит о том что уже сахара попали вот в стволы и в корни то есть мы же с вами хотим получить здоровые хорошие крепкие саженцы которые прекрасно укореняться перезимуют и следующем году будут нас радовать ягодой конечно они могут взять вот это все оторвать прислать нам саженцы да как бы но я вам с уверенностью могу сказать что они не перезимуют поэтому я смотрю даже сейчас по нашим саженцам вот вам пожалуйста малина да то есть ну как бы малину нам уже прислали но у них она сидела в полях то есть уже там лист был желтый и мне снимали видео показывали что действительно малина уже была готова ежевика у них сейчас точно в таком же состоянии как и у меня она абсолютно зеленая не готова еще к пересадке жимолость вот смотрите жимолость отечественных сортов это у меня пару сортов посажена видите листья уже все вот они засыхают отваливаются это говорит о том что жимолость уже свою работу сделала поскольку ягода ранее вот уже стоят лысые ветки то есть эти сахара уже переданы в стволы и все пошло сейчас в корневую систему то есть вот такой саженец сейчас можно выкопать из земли полностью обтрясти ему корень отослать куда угодно и он прекрасно приживется то есть вот второй тоже кустик жимолости видите уже все вот листья все уже они где-то тут потрясти они уже вот изменили цвет они уже полностью скукожились это говорит о том что здесь уже работа по передаче сахаров выполнена вот вам пожалуйста канадская жимолость у меня на маточниках я бы не сказала что она еще готова спать еще видите абсолютно зеленый лист поэтому допустим жимолость на моем участке еще вот в таком состоянии выкапывать рано сейчас мы с вами перейдем к смородине я вам покажу свою смородину смотрим лист ну посмотрите как бы сейчас она тоже еще не готова листья даже еще и желтеть не начали абсолютно зеленая листва вот тут кое-где начинают уже да вот краснеть краешки это красная смородина это черная то есть видите лист абсолютно еще зеленый то есть все вот эти полезные вещества которые нужны корневой системе они еще в листьях соответственно когда лист опадет тогда вот тогда ее можно выкапывать ну соответственно нам ее можно сажать природа все запланировала так что все делается в свое время при на самом деле сейчас стоит еще довольно таки теплая погода я предполагаю что в этом году скорее всего даже еще в ноябре спокойно можно будет сажать весь октябрь так точно даже если выпадут выпадет снег этот мороз он на поверхности мы должны с вами ориентироваться на сам саженец то есть смотрим если лист пожелтел и отвалился вот это как раз и есть то самое время когда нужно сажать саженец голым корнем и это тогда даст гарантию что это будет хорошее растение что он хорошо укоренится поэтому ребята ждем не переживаем спокойно сажаем весь октябрь а может быть даже еще и ноябрь то есть это касается и плодовки пойдемте я вам сейчас покажу покажу вам заодно и компостную кучу покажу вам плодовые колоновидные яблони вот видите еще тоже листики абсолютно зеленые вот у нас сидят колонки то есть они еще в стадии по сути даже такой вегетации они еще не начали уходить сон лист еще не опал не пожелтел поэтому спокойно у нас еще времени вагон чтобы посадить и груши и яблони и ягодные тем более для самой для хорошего укоренения самое лучшее время посадки ягодных и плодовых это сентябрь октябрь а у нас еще октябрь не начался у нас еще с вами месяц в запасе поэтому сидим не переживаем и ждем наши прекрасные саженцы я ведь буду сажать также вместе с вами ориентируемся на меня и все будет хорошо